Добрый вечер! В этом году в республике воин афганцы чуть не захоронили в чужой могиле. В Казани похоронное агентство перекрыло конкурентам доступ в бюро судмедэкспертизы, и тем пришлось таскать трупы через забор. И это не единичный случай из череды скандалов, которые сотрясают сферу ритуальных услуг. Это программа «Татарстан без коррупции». Мы в прямом эфире. В марте 2018 года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан в отношении сотрудников МУП «Горкоммунхоз» города Набережной Челны возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение служебных полномочий». Сотрудники вышеуказанного предприятия с 2017 года по март 2018 года осуществляли незаконные поборы с жителей города в размере 245 рублей под предлогом оказания услуг по оформлению документов на умерших, а также предоставление в аренду лопат для рытья могил. В результате работники МУП незаконно получили денежные средства в размере более 977 тысяч рублей, которые поступили на внебюджетные счета организации, из которых впоследствии была начислена заработная плата, премии и иные выплаты работникам предприятия. При этом какие-либо документы МУП для погребения не оформляла, а книга регистрации места захоронения оформлялась отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Набережной Челны. Помимо этого, в ходе работы комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции в Елабужском муниципальном районе в июле 2018 года выявлено, что при оказании ритуальных услуг стоимость одной и той же услуги различна. Например, 10 июля 2018 года копка могилы сотрудниками ООО «Мемориал» стоила 5000 рублей, а 15 июля этого же года цена за оказание данной услуги той же организации возросла до 5500 рублей. В некоторых муниципальных районах Республики Татарстан оказание данных услуг возложено на исполнительные комитеты сельских поселений и специализированная организация по вопросам похоронного дела не определена. Как потерявшим близких не стать жертвами недобросовестных похоронных агентов или мошенников, обсудим вместе с гостями в студии. Рустам Камилович Гаязов, главный советник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Марат Атгамович Ишкин, начальник управления по организации ритуальных услуг из фолкома города Казань. Станислав Александрович Зарубин, заместитель генерального директора МУП Ритуал города Казань. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире телефон студии 570 5075. Расскажите нам о своем опыте обращения за ритуальной помощью, где, как и с каким результатом вам оказали услуги. Ваше мнение здесь и сейчас помогут оценить работу конкретных чиновников и органов власти. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, которые вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы будет работать электронное голосование. Тема интерактива сегодня, как избежать мошенников и достойно похоронить близких, на которые предложены три варианта ответа. Голосуйте, в конце программы подведем итоги. Марат Атгамович, на ваш взгляд, какой ответ сегодня наберет наибольшее число голосов и как бы проголосовали вы? Ну, я думаю, первый вариант ответа в исполком. Конечно, мэрия Казани должное отношение проявляет к похоронному делу. Я думаю, первый все-таки будет на первом месте. На втором месте это будет третий вариант ответа. А на третьем месте будет второй вариант ответа. Так, хорошо. Обращусь в церковь или в мечеть. Там не обманут. Да, вот еще продолжение. Хорошо. Спасибо. Посмотрим, как распределятся ответы в конце программы. Это интересно. Мошенничество в сфере ритуальных услуг – это не новое явление. Сегодня ритуальный бизнес занимает лидирующие позиции по прибыльности, а горюющие родственники усопшего готовы отдать любые деньги, чтобы последний путь близкого человека был достойным. Рустам Камилович, почему мы сегодня поднимаем этот вопрос, эту такую вот наболевшую тему? Согласитесь, что на сегодняшний день, наверное, нет ни одной области подвержены коррупции. Дело, наверное, только в количестве проявлений. И сегодняшняя тема – это не исключение. Необходимо понимать, что платные и бесплатные услуги должны быть четко разграничены. Нет прозрачности, нет ясности, нет четкого регламента, понятного для населения. Поэтому президентам дано поручение по каждому направлению предоставления услуг разработать четкую дорожную карту, понятную для населения. Враг коррупции на сегодняшний день – это прозрачность. Если будет ясность и открытость, мы сможем минимизировать коррупцию в этой области. В ситуации, когда человек сталкивается со смертью близких, он находится в шоковом состоянии, этим могут воспользоваться нечистые на руку дельцы. Иногда он сам готов заплатить любую сумму. И обо всем этом мы сегодня поговорим с нашими гостями и постараемся донести всю необходимую информацию. То есть своего рода дорожная карта, как должно быть в том или ином случае. Потому что действительно все наши беды от незнания, от того, что люди просто не знают, как должно быть на самом деле. Соседка сказала, я обратилась туда, и ты туда иди. Другой сосед сказал, я заплатил столько, и ты заплатишь. А как же должно быть на самом деле. Вот об этом как раз Рустам Камилович тоже правильно. Спасибо вам, что сказали так. Так и есть. Мы сегодня попробуем разобраться и выработать своего рода дорожную карту. Итак, человек умер. Кто дает разрешение на погребение? При наличии каких документов? Разрешение на погребение в городе Казани выдает управление по организации ритуальных услуг исполнительного комитета на основании свидетельства о смерти. Значит, если же у людей есть уже существующее захоронение на кладбище, он предоставляет документ удостоверения ответственности за захоронение. И на основании этого удостоверения мы производим захоронение в родственные захоронения. И при наличии каких документов? Свидетельство о смерти. Обязательно свидетельство о смерти, если на новом участке земли. Если же в родственное захоронение, то надо удостоверение ответственного захоронения, который предъявил этот документ. Хорошо. Какая форма собственности должна быть у специализированной службы, за которую ручается исполком? Исполком в данном случае ручается за управление по организации ритуальных услуг и подконтрольный МУП ритуал. Но, оговорюсь, специализированная служба по вопросам похоронного дела у нас в городе Казани это МУП. А в маленьких городах, это может быть и ООО какое-то создано, это не ограничено законодательством, можно и ООО наделить полномочиями, если это добросовестное, это решение исполкома. В данном случае в Казани у нас МУП ритуал долгие годы. Хорошо. Бюджет города или района выделяет средства, если выделяет на что? Бюджет города выделяет на текущее содержание, на благоустройство, на вырубку деревьев. Ежегодно из бюджета города Казани, в данном случае в Казани 21 миллион выделяется на текущее содержание, уборку и валко-аварийных деревьев. К примеру, Екатеринбург 9 миллионов рублей. Как коллега на днях мне жаловался, вы, говорит, живете очень хорошо. Ну, действительно, я был у них в городе, но у них куча мусора, реально, на городских кладбищах, нам, говорят, бюджет города не выделяет. У нас должное внимание этому уделяется. То есть вырубка деревьев на кладбище? Аварийных. Аварийных. Что это еще? Может быть, содержание территории, наверное? Уборка снега, вывоз мусора. Вывоз мусора. Вывоз мусора тоже в том числе, да? Вывоз мусора, да, в том числе подвозка воды на тех кладбищах, где нету центрального водоснабжения, подвозка воды. Хорошо. Вот специализированную службу, в данном случае МУП, для этих дел может привлечь подрядчиков? Если да, то на каких условиях и чем они тогда занимаются? Какие у них функции? Я вот, если сейчас говорить насчет МУПа подряд, тут две разные формы собственности. Мы работаем, я работаю в исполкоме, как представитель исполкома. Для у нас подрядчиков как? Мы объявляем конкурс на уборку кладбищ. И уже в свободные торги по 44-му законодательству, значит, для муниципальных и государственных нужд, объявляется аукцион. И кто выигрывает, лучшие условия предлагает, тот и уборкой кладбищ занимается. В данном случае последние два года занимается МУПа ритуал. Мы этому, конечно, очень рады. До 2016 года были частные структуры, выигрывали. Это приносило, конечно, большие проблемы, несвоевременно вывозили мусор. Преимущество МУПа в чем? Они все работники на кладбище. А зеленители, все, которые уборкой занимаются, они все на кладбище. Их можно оперативно в любое время привлечь для уборки кладбища. То есть подрядчик находится на территории кладбища всегда круглосуточно практически? Не круглосуточно, но в любое время. Даже если снег выпал, например, ночью идет снег, их не надо предупреждать. Они знают, что в 5 или в 6 утра они приходят, и к 8 утрам у нас должно быть чисто входная группа и аллеи. У них это прописано в контракте, видимо, да? Мы все прописываем, конечно. Насколько сильный, насколько сложный и высокий конкурс? Вы знаете, последние два года не совсем он, наверное, прописали, чтобы у подрядчика обязательно был определенный вид техники, чтобы люди постоянно находились на кладбище. А до этого, когда были частные структуры, ну, не очень хорошо убирались. А сейчас по второму вопросу вы говорили по конкурсам, то, что МУП для коммерческих целей, я думаю, Станислав Александрович ответит. Расскажите, пожалуйста, МУП привлекает подрядчиков на каких условиях и кого? Мы, в свою очередь, вправе, конечно же, привлекать подрядчиков. Это происходит в рамках 223-го федерального закона о закупках. То есть, соответственно, мы объявляем конкурс и либо открытый аукцион, и по результатам этого открытого аукциона мы заключаем контракт. На сегодняшний момент у нас в рамках контракта текущего содержания кладбищ есть два подрядчика. Это первый подрядчик по аварийной валке деревьев и вывозу мусора. Много желающих. Я так поняла, что это коммерческая уже деятельность, да? Много желающих стать вашим подрядчиком? Желающие возникают, конечно же, но выигрывает тот, кто, как правило, дает лучшую цену, потому что экономия бюджетных средств – это основная задача. Лучше – это значит ниже? Да. Ниже. Кто устанавливает тарифы на ту или иную услугу ритуальную? Марат Абоныч, вы расскажете, наверное, да? Да, я скажу. Гарантированный перечень показаний ритуальных услуг устанавливает Городская дума. Последний раз тарифы устанавливались в 2009 году, и мы как бы их не изменяли, эти тарифы. Гарантированный перечень – это та услуга, которая гарантирует любому быть похороненными, если даже нет родственников, близких, за счет государства. Понятно. Марат Абоныч, я как раз возвращаюсь к первому сюжету, который мы делали по республике Татарстан, да? Кстати, сказали, что в набережных Челнах уже дело закрыто, да? Насколько я поняла, уголовное дело уже закрыто. Скажите, пожалуйста, вот тариф где-то 5000 рублей, где-то 5500, где-то даже 6000, я видела документы, да? Кто устанавливает, почему разнятся цифры, почему разнятся вот эти, вот эта стоимость? Комитет, у нас в Казани 5700 рублей, 701 рубль возмещает, нет, возмещает по гарантированному перечню. Это на весь перечень? На перечень входит оформление документов, гроб, доставка гроба и погребение. Доставка гроба от и до кода? До кладбища. От дома до кладбища и захоронить? До кладбища и захоронить. Это бесплатно все? Это бесплатно, 5000, я вам просто хочу сказать, 5700 рублей, это гарантированный перечень. Я скажу так, в 2002 году мы по этой категории, отдельной категории граждан, хоронили 1200 человек. Это как бы свет 90, когда людей оставались без квартир, много было безопределенного места жительства людей, мы хоронили. А сейчас этой услугой в 2017 году воспользовалось 155 человек. Мы похоронили. Для неимущих, да, получается? Да, это в основном, да. Здорово. Вот еще раз, давайте остановимся на гарантийном перечне. Этот гарантийный перечень, что еще раз включает? Это значит оформление документов, так? Это доставка, это гроб, да, самый простой, если это православный человек, да? А если это мусульмане? Татарский, татарский татарский захоронение. Все понятно. Хорошо, если мы этим православным. Это может быть, что еще? Это значит доставка гроба, да, получается, от тела до кладбища и захоронение. Кобка могила включает туда? Да. В эту стоимость? Да. Это все стоит для людей, которые обратились к вам в исполком. Сколько это стоит для простого человека, чтобы захоронить? По этому гарантированную перечню. Это бесплатно? Нет, это не бесплатно. То есть мы должны заплатить. Человек должен, родственник должен заплатить. Так ведь? Не совсем так. Это не бесплатно, потому что это попадает под компенсацию из федерального, либо регионального бюджета. Иванов Петровский, Иванов, допустим, захоронит по гарантированному перечню. Он должен вам что-то заплатить? Пришел Иванов? В случае по гарантированному перечню нет. Нет. Мы в дальнейшем получаем компенсацию сами. Вы получаете компенсацию захоронения человека? Этот Иванов ничего не получит, так ведь? Нет, он не получит эти деньги. Но 5, сколько вы поправили? 5,701 уже МУП ритуал получит. Ну, общая стоимость вот этих гарантированных перечней, сколькая сумма будет для Иванова? Он не будет платить. Он не будет платить. Он дает справку, врачебное заключение и паспорт умершего, и он забыл об этом. Все, хорошо. А дополнительные услуги уже, конечно же, если мы хотим красивый, например, гранит, если мы хотим надпись, если мы хотим какой-то особый гроб, да, там-то что-то такое, да, иметь в виду, то уже за это нужно уже доплатить по коммерческим расценкам. Так ведь получается? Да, это по пожеланию родственников. Так, хорошо. Мы сейчас, вот как раз, пока шла наша с вами беседа, показали образец по Лениногорску. Покажите, пожалуйста, еще раз. Это тоже гарантированный перечень. И видно, что тут в районе действует специализированная служба. И видно, что стоимость всех работ 5701 рубль. Но, скорее всего, как раз вот эта сумма и возвращает бюджет району, да, за то, что вот это все есть. Но получается, для человека это бесплатно все, так? Так? Для человека, да. Для человека это бесплатно. Кто обратится? Да. Я вам еще раз говорю. Редко кто обращается. Редко кто обращается. Сразу можно понять, то, что данная услуга не определяет, что там будет супер какое-то качество. А мы ведь привыкли. Ребенок рождается, в роддом идем, мы же не идем с плохой коляской или там с плохим одеалом встречать ребенка. Здесь то же самое. Родственники идут, достойно хотят похоронить своего близкого человека. А после этого с этой справкой они все равно эти 5700 получают уже в райсобесе. Ну, понятно, они там затратили, может, 15-20 тысяч рублей. Это уже зависит от кошелька. Но бывают такие случаи, когда в районах, вот даже главы с районов обращаются, умерла одинокая пенсионерка, надо помочь. Естественно, денег нет. Сразу берем в оборот. Специализированная служба начинает этим вопросом заниматься и бесплатно за счет вот этого. Понятно, что вам государство возместит стоимость. Понятно, хорошо. А что не входит в гарантийный перечень? То есть за что еще придется человека заплатить? Это венок, наверное, да? Что это может быть, Семенович? Да, это на примере может быть венок с лентой. И, условно говоря, установка короба на место захоронения, вынос гроба с телом или там населок умершего из дома. Это, к примеру. Но все это регулируется в первую очередь пожеланием родственников. То есть что необходимо им. Действительно, знаете, люди, которые впервые сталкивались и столкнулись, наверное, с похоронной системой, знать не знают, что достаточно большой перечень услуг действительно должен предоставляться бесплатно. Сейчас мы, я думаю, что мы объяснили уже, да, что это может быть. Давайте еще раз повторим, что может быть бесплатно для человека. То, что входит в гарантированный перечень... Это самый простой гроб. Самый простой гроб, это... Доставка тела от дома, допустим, до кладбища. До кладбища. Так. Совершенно верно. Это может быть оформление документов. Уже включено, так ведь? Оформление документов бесплатно. Копка могилы. Копка могилы. Копка и захоронение. Ребят, если это мороз, если это зима, копка могилы будет бесплатно? 365 дней в году. Мы работаем без выходных в любую погоду. Хорошо, хорошо. Спасибо. Возможно, у наших зрителей тоже возникнут вопросы. Допустим, на квартирный дом. Перевозка от дома, от квартиры, спуск, подъем. Вот эти все моменты, они в гарантированном перечне предусмотрены, не предусмотрены. Да, доставка, допустим, до кладбища. Вот, ладно, если кладбище где-то, ну, в черте города. А если надо перевезти в другой район, в другой город? Еще раз скажу, мы только на территории Казани отвечаем за, как говорится, на любое кладбище мы довезем. Но еще раз я вам скажу, таких обращений очень мало, очень редко. К счастью, наши жители всегда хотят достойно проводить последний путь своего близкого человека. Сколько стоит земля? Земля у нас бесплатная. Земля у нас не продается. Земля предоставляется бесплатно. Услуги все платные. Рытье могилы, крест, гроб, установка памяти, установка ограды, бетонирование. Но рытье могилы тоже бесплатно. Мы посмотрели по гарантированному перечню. Я говорю, люди ведь не обращаются по гарантированному перечню. Еще раз говорю. 155 обращений было. Это судами экспертизы, которые обратились. Мы похоронили по гарантированному перечню. Пусть обращаются люди. Мы просто покажем ту услугу. Но я не хочу их расстраивать. Но она им, наверное, не понравится. Проблема с землей. В Казани действительно стоит остро? Не то, что остро, а очень критично. Критично. Критично, я бы сказал. Насколько в Казани не хватает места уже для захоронения? Если мы в ближайшее время не откроем новый погребальный комплекс, то это будет очень критично. Погребальный комплекс на стадии завершения. Сейчас идет вопрос подключения газа, воды и еще кое-каких. Но в целом уже сам Остов и есть на что посмотреть. Современный погребальный комплекс. Пока рано об этом говорить, пока ленточку не перережем. Насколько остро стоит проблема с землей для сохранения в районах республики? Например, в Менделеевском районе. Глава Менделеевского муниципального района республики Валерий Сергеевич Чершинцев сейчас по телефону на связи с нашей студией. Добрый вечер. Валерий Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Сергеевич, есть ли проблема с землей в Менделеевском районе? Хватает ли и как решаете вопрос погребения? Гульнар, но проблем сегодня с землей как в самом городе Медельевске, так и в районе сегодня нет. Другие проблемы есть. Проблемы в том, что сегодня действительно в старых кладбищах есть старые деревья, которые сегодня нужно убирать. Сегодня с содержанием, обслуживанием, захоронением у нас занимается муниципальное утверждение. Благодаря президенту республики Тадарстан выделена в прошлом году техника. Как раз эта техника сегодня в том числе используется как раз муниципальным учреждением, как раз на эти средства. Поэтому сегодня особых проблем с землей нет. Спасибо. Спасибо. Сейчас на связи с нашей студией Лениногорский район. По телефону глава района Рягат Галиакзанович Хусаинов. Хайрли Кич. Рягат Галиакзанович, хватает ли мест для захоронения на земле Лениногорского района? Как вы решаете проблему? Проблема заключается в отсутствии свободных муниципальной земли, так как наличие санитарно-защитных зон добычи газовиков, ЛЭПа. Но в то же время еще перевод сельхозземель и земель поселений надо перевести в промышленность. Это тоже имеет свое время время, сроки и в то же время есть свои трудности. Некоторые земли находятся в залоге у банков, есть частные территории, где мы выделяем земли. В то же время сейчас вопросы межевания специалистов, то что отсутствие загруженности есть проблемы, но мы решаем. И естественно у сельских поселений в бюджетных немножко средств свободных, но мы эти вопросы потихоньку сегодня решаем. Процесс двигается. Есть по кладбищам то, что мы не можем расширять согласно требованиям сегодня, если кладбищ находится у дороги или центра села, как раньше было. Сегодня мы должны новые кладбища выносить за территорию поселений и там обустраивать. Вот эти процессы, они конечно сегодня имеются и я думаю это централизованно дальше и надо решать. Но мы у себя это поэтапно решаем. Спасибо. Возвращаясь в Казань, город-миллионник. Если есть проблемы с землей, то наверное давно назрела необходимость строить крематории. Какова востребованность, насколько востребована крематория сегодня на сегодняшний день? Ну, я бы сказал, в месяц, по-моему, пару обращений у нас есть. Мы возим кремировать в Нижний Новгород. До 2017 года мы возили в Москву, сейчас открыли крематорию в Нижнем Новгороде, два раза расстояние уменьшилось. И это в 1050, по-моему, да, обходится людям вместе привезти туда тело, кремировать. Сколько, сколько еще раз расстояние? В районе 50 тысяч все полностью обходится. Погребение, гроб, катафалк, доставка, отвезти, привезти обратно в урну. В среднем около 50 тысяч все это обходится. Самая ближайшая к крематорию, получается, Казань, это Нижний Новгород? Нижний Новгород. Ну, есть такие, есть воли изъявления умершего, если он хотел быть кремированным, это закон, как говорится, если даже он в устной форме сказал, то родственники должны придерживаться, как бы, грех на душу, на себе, чтобы не оставляли. Спасибо. 570-50-75, телефон прямого эфира. Расскажите нам о своем опыте обращения за ритуальной помощью, где, как и с каким результатом вам оказывали услуги. Ваше мнение здесь и сейчас помогут оценить работу конкретных чиновников и органов власти. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы у нас работает электронное голосование. Голосуйте в конце программы, подведем итоги. 53% зрителей проголосовали за первый вариант ответа. А сколько стоит информация о смерти? Вот только представьте, сразу после произошедшей смерти вы позвонили в скорую и полицию, и уже через 15 минут у вас под дверью образовалась толпа из ритуальных агентов. Вы не знаете, кого выбрать. Как это выглядит? Ну, как это выглядит? Да, покажите нам, пожалуйста, слайд, как это выглядит. Это когда к вам без приглашения приезжает ритуальный агент. Когда ритуального агента приводят сотрудники скорой или полиция, или когда на ваш телефон звонят с предложением ритуальных услуг. Чем это грозит? Агент забирает предоплату и пропадает. Да, это потеря денег может быть. Это может быть переплата в 2-3 раза. Сумма взятки за покупку информации о смерти добавляется к стоимости ритуальных услуг. Это может быть срывом похорон. Ритуальный агент не заинтересован в качественном оказании услуг. Это может быть... Это грозит шантажом, потому что ритуальный агент забирает паспорт покойного и навязывает свои условия. Это может грозить посредственными ритуальными принадлежностями, когда ритуальный агент не заботится о качестве поставщиков своих и выбирает, где подешевле. Это грозит невозможностью получить компенсацию за похороны. Агент не оформляет договор на ритуальные услуги. А как считаете вы? Можно я отвечу. Это очень больная проблема. В Москве такая практика и в других больших городах нашей России существует. Но она, к сожалению, докатилась и до Казани. Есть такие случаи. Недавний пример. Один из глав нашего Казанского района позвонил. Помоги, Марат, с похоронами у одного из директоров завода умер близкий человек. Я знаю, что у вас есть МУП, который компетент все сделать. Я попросил как раз Станислава Александровича. Он направил туда агента. Но придя туда, их уже домой не пустили, в этой квартире был уже другой похоронный агент. К сожалению, такие, видимо, случаи и есть. Допустим, вы пускаете ситуацию на самотек и впускаете в квартиру самого настойчивого ритуального агента. Вы соглашаетесь на первую названную агентом стоимость и незамедлительно отдаете деньги и паспорт покойного. Вам неудобно спрашивать у агента документы, подтверждающие его работу в ритуальной службе. Вы не расслышали, в какой ритуальной службе он работает и стесняетесь торговаться. Агент не располагает официальным прескурантом ритуальных услуг. Все цены озвучивают исключительно устно. Агент не оформляет счет-квитанцию на оказание ритуальных услуг и предлагает обойтись расписками. Что делать в таком случае? Я всегда рекомендую всем, есть подконтрольная исполкома структура МУП ритуалов, есть круглосуточный телефон 533-400, когда можно все узнать. Но вот этим людям хочу объяснить, что первые, если после скорой помощи и участкового пришли агенты, это 100% частники. МУП этим делом не занимается. И имейте в виду, что как минимум вам тысяч пять сверху они накрутят, так как им надо отдавать за информацию. А есть такая информация, что от трех до пяти тысяч стоит информация о смерти. Задайтесь вопросом. Откуда у этих людей информация о произошедшей смерти и почему они получают ее настолько оперативно? Недобросовестные работники скорой и полиции имеют весомый приработок, о которой сейчас сказал Марат Адгамович, продавая информацию о смерти таким же недобросовестным сотрудникам ритуальных служб. Продажа информации может осуществляться сразу несколькими ритуальными бюро и множеству самостоятельно работающих черных ритуальных агентов. Как результат, уже через полчаса после вашего звонка в скорую в дверь начнут стучаться различные представители ритуального рынка города. Излишне говорить, что каждый из них отдал немалую сумму за информацию о вашем адресе. И, конечно же, каждый из них надеется компенсировать потраченные деньги из вашего кармана. Лучшим выходом из сложившейся ситуации является именно отказ от любых услуг незваных гостей. Как показывает практика, даже находясь в стрессовом состоянии, человек способен адекватно оценивать ситуацию уже через полтора часа после произошедшего. Поэтому оптимальный алгоритм действий в данной ситуации можно обозначить так. Самое первое – вызвать скорую и полицию. Второе – отказаться от услуг агентов под дверью. Третье – дождаться скорой и полиции. Дальше, следующий шаг – это отказаться от агентов, приведенных в скорой и полиции. Получить констатацию смерти и протокол осмотра тела от скорой и полиции. Проконтролировать отправку тела в морг, то есть бесплатной службой. Я так поняла, в морг бесплатно отправляют. И закрыть дверь и не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Потратить полтора часа своего времени для сравнения цен на ритуальные услуги в интернете. Обратиться к родственникам и знакомым за советом. Оценить собственные финансовые ресурсы на похороны. И, конечно же, обратиться уже непосредственно в компанию, в МУП, в специализированную службу города, для того, чтобы заняться похоронами сами непосредственно ритуалом. Можно я скажу так, что все-таки у нас свободный рынок. Это не говорит о том, что все должны идти в МУП. Пусть они посмотрят, у кого дешевле. И сравнить, конечно. У нас ведь обычно, когда хоронят, у каждой семьи есть человек, который обычно занимается. Баба или дядя, который постоянно занимается захоронением родственников. И они уже знают, в какие конторы предприятия до этого обращались. И кто надежно выполнял свои качественные услуги. Спасибо. Продолжим сразу после рекламы на ТНВ. Это программа «Татарстан без коррупции». Мы работаем в прямом эфире. Говорим о ритуальных услугах, как избежать мошенников и достойно похоронить своих близких. 570-50-75, телефон прямого эфира. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте. Я представляю семью Годонских. У меня супруга Годонского Алексея Олеговича. Он скончался в декабре 2016 года. Вы говорите, что за землю ничего платить не надо. Тем не менее, с нас за вот это место для гроба и для скамейки рядом. Нас взяли 40 тысяч рублей. Где вы храните? Я вам хочу сказать, что я еще в моем присутствии тоже, я видела женщину тоже. С нее тоже 20 тысяч рублей взяли просто за место. Какое-то кладбище, какой-то район, какой город? Это моб, ритуал о Дербышке. Советский район, город Казань. Спасибо. Мы говорим, что земля бесплатная, а люди платят деньги. Ну, может, они услугу заказали, может, они ограду заказали. Если вы еще на связи, да? Давайте продолжим. Может быть, вы что-то дополнительно заказали, поэтому эта стоимость уже включает какие-то дополнительные расходы? Дополнительные расходы нет. Это все отдельно. Те, которые были заплачены. То есть только за землю с вас взяли 40 тысяч рублей? Стандартный набор услуг, это все было отдельно. А еще помимо этого, непосредственно за земельный, вот этот надел небольшой, их два получается, один под гроб, другой под скамейку. Вот они взяли за карты по 20 тысяч наличными. Агром, гроб, катафалк, все, что принадлежность к ритуалу, это все было отдельно, да? Это все отдельно, совершенно все отдельно. А вы телефончик свой оставьте, пожалуйста. Мы просим наших помощников записать телефон. Запишите телефон, я сам лично вам завтра перезвоню, и мы разберемся насчет этого вопроса. Хорошо, спасибо. Спасибо. Марат Атганович, а кто контролирует деятельность специализированной службы? Деятельность специализированной службы контролирует комитет земельных и имущественных отношений и заместитель руководителя исполкома, курирующий ЖКХ. Считаете ли вы работу МУП, ритуал, безупречный? Никогда нельзя говорить. Даже артистов безупречных не бывает, как говорится. Какие-то, ну, бывают ситуации такие, но я считаю, что самый надежный, и который ответственность какой-нибудь цвет, и с кого можно спросить, это МУП. Спасибо. Продолжим сразу после небольшого сюжета. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Татарстан установлено, что неустановленные лица, действующие от имени МУП, ритуал, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, выставив заказ наряда с заведомо завышенными суммами на оплату погребения, похитили у Галиулина и Кочкина и Хуснудиновой, полученные в качестве оплаты за погребение умерших родственников, денежные средства на сумму 80 тысяч рублей. Также Бражников похитил у Булатовой, Молчановой, денежные средства на общую сумму 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В последующем возбуждено уголовное дело и в отношении агента МУП, ритуал, а Шахмина, который умышленно, путем обмана относительно стоимости услуг погребения, похитил у ряда граждан денежные средства на общую сумму 65 тысяч рублей, а также на 60 тысяч 330 рублей и на 64 тысячи рублей. Помимо этого, правоохранительными органами установлено, что 10 мая 2018 года сотрудники МУП, ритуал, осуществляющие управленческие функции в данном учреждении, получили денежные средства в размере 14 тысяч рублей для предоставления места для захоронения гражданина. Возбуждено уголовное дело. Марат Агамович. Прокомментировать? Значит, действительно, в отношении сотрудников ритуал возбуждено уголовное дело, но следственные органы разбираются очень уже долгое время. Там, как мне известно, 2-3 следователя уже поменялось. И пока суд не решит, как бы решение принимать рано и говорить, что они виноваты. Вот в чем отличие МУП от частной структуры. МУП чуть-чуть, может, где-то оступился, и уже есть проблема. А почему начальников никто не заводит уголовные дела? Они могут и 100 тысяч взять, я знаю, и 150 тысяч берут за свои услуги. А никто уголовные дела не заводит. Вот в чем преимущество МУПа? То, что они подконтрольны. Вот любую ситуацию сотрудники полиции уже вот обратили на это и занимаются. Вы знаете, я возвращаюсь телефонному звонку нашей телезрительнице. Да, может быть, действительно кто-то действовал, а ты мне МУП ритуал? Поэтому 40 тысяч заплатили за место. Все, может быть. Я же разберусь с этим вопросом. Спасибо. Сообщение с электронной почты программы. Добрый вечер. Я помогаю знакомым. Как бы мне узнать все ваши расценки? В данном случае, опять-таки, преимущество МУП ритуал во всех точках продаж и офисах МУП ритуал. Есть пресс-курорт, утвержденный официально. И можно ознакомиться со всеми абсолютно тарифами. Также прозвонить по телефону 533-400 диспетчерская служба. И можно будет ознакомиться с расценками и по телефону. А вы не боитесь, что человек использует эти расценки в корыстных целях? Ну, к сожалению. Это вообще нормально, что мы сейчас это делаем? Вообще проблем-то вообще нет. В свободном доступе должны быть все расценки. То есть любой человек может стать агентом МУП ритуал и помогать своим знакомым? Так получается? При получении удостоверения смог. Агента МУП ритуала нет. А кем будет этот человек, очень сложно сказать. На самом деле. Спасибо. Еще сообщение с электронной почты. Вот вы говорите гарантийный перечень. Почему же тогда с нас берут деньги? Объясните. И копка могилы, и захоронение. Я говорю, люди обычно... Давайте просто поставим точки над «и». В каких случаях гарантийный перечень вступает в силу? В каких случаях не работает? Гарантийный перечень люди обращаются в критических случаях, когда некому хоронить. Это бывает. То соседку кого там или одинокого человека, вот они обращаются, говорят, некому хоронить. Также вот с районных администраций звонят. Есть умерший, надо похоронить. У него нет денег. Все. Вот в этом случае мы оперативно всем этим занимаемся. Но люди обычно напрямую никогда не говорят. Вот мне ваша справка о смерти. Похороните мне по гарантированной перечне. Если человек хоронит, ему могут, вы говорили, 5700, ему могут возместить эту стоимость 5700? Возместят. При каких условиях? При получении свидетельства о смерти дают соответствующую бланку, по-моему, номер 33, форму номер 33. Куда он должен обратиться? Работающие по месту работы, не работающие соцзащиту, пенсионеры, пенсионный фонд. Все. Три органа, которые... При наличии свидетельства о смерти. Свидетельства о смерти, вот эта справка форма 33, это уже основание, 5700, 5701 рубль возмещается в любом случае каждому умершему, возмещается родственникам умерших, кто обращается. Спасибо. Мы говорим о навязывании услуг. И сейчас хочу сказать, что ритуальные услуги могут навязать и при моргах. Как это выглядит? Чем это грозит и как избежать мошеннических действий вы видите сейчас на своих экранах? Как это выглядит? При первом же визите в морг вам настоятельно рекомендуют заказать ритуальную услугу проверенного ритуального бюро. В случае вашего отказа работник морга начинает задерживать выдачу медицинского свидетельства о смерти. Если в морг приезжает выбранный вами ритуальный агент, вы немедленно получаете звонок из морга, где вам объясняют, что вы связались с мошенником. Чем это грозит? Переплаты в 2-3 раза. Ритуальное бюро при моргах чувствует свое монопольное положение, а также вынуждено платить благодарность работникам морга за каждого клиента. Посредственными ритуальными принадлежностями это также может грозить, когда ритуальная служба заинтересована в максимально выгодии и выбирает самое дешевое предложение производителей. Также это может грозить значительным стрессом для семьи покойного. Ритуальные службы не заботятся о положительном впечатлении заказчиков, так как чувствуют свое преимущественное положение по сравнению с другими ритуальными службами. Это так. Если и как же всего этого избежать? Конечно же, решительно отказаться от подобных предложений при необходимости обратиться в соответствующие инстанции и напомнить сотрудникам морга, что вы имеете право выбрать любого ритуального агента или вовсе обойтись без него. Вы знаете, если разобраться в вопросе досконально, то окажется, что возмущение родственников покойного было высказано вовсе некачеством и стоимостью медицинских услуг, хотя и к ним бывают претензии, а навязчивыми предложениями помощи в организации похорон, иной раз доходящими до откровенного шантажа и угроз. Именно тогда в голову к незадачливым родственникам и закрадывается мысль о том, что работники морга каким-то образом связаны с ритуальным агентством, расположенным за соседней дверью. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Да что ты, они молчат. Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите, вы в эфире, да? Говорите. Я вас... Сергей Петрович меня зовут, я из Забирщинов. Мне, по-моему, вопрос к Марата Крямовичу будет. Марата Крямович, в ту же могилу через сколько лет можно похоронить человека? Услышал. Через 20 лет. Через 20, кто ты говорил, через 15? Через 15, значит, в сухих грунтах, через 20 во влажных грунтах. Спасибо большое. Через 15 лет не имеет права отказывать, если в сухих грунтах. Ага, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Есть сообщение с электронной почты. В Казани есть МУП-ритуал, а еще есть ООО-ритуал. Расскажите, какая разница? Форма собственности. ООО, частный у нас, ООО-ритуал, по-моему, несколько таких компаний. Порядка пяти. Порядка пяти. Ну, они почему называют ритуал, это даже, видимо, Альстит. Ну, потому что раскручены уже имя, да? Это раскрученные ритуальные компании, и из-за этого они, ООО, все думают, что это МУП. Ни в коем случае это не МУП, чтобы телезрители знали, что ООО это частная структура, которая работает. Частная структура, которая возьмет с вас деньги за оформление документов. Вкопка могилы может быть гораздо дороже и совсем разнится, да, в зависимости от того, кто постоит клиентом. Нельзя говорить, что они все, как бы, недопринадежные, некачественно будут оказывать вам услугу. Ни в коем случае об этом говорить нельзя. Вопрос цены, наверное, так ведь? Опять-таки повторюсь, вот ООО, в чем их преимущество, никогда следственные органы, никогда полиция ими никогда не будет заниматься. Потому что они на свободном рынке и спокойные, могут устанавливать любые цены. Захотели 20 тысяч взяли, захотели 30, захотели 40 или 50. Скажите, а вот ООО есть лицензия на оказание ритуальных услуг? К сожалению, лицензирования нет в сфере ритуальных услуг. В данный момент прорабатывается изменение в закон 8-й федеральное о погребении и похоронном деле. Третий год это уже длится, к сожалению, этого нет. Но там прописано, что будет лицензирование, и это, конечно, нужно в данной сфере. Потому что сейчас любой желающий может с простым уазиком или с буханкой иметь какой-нибудь маленький сарайчик и организовать ритуальную кампанию. ООО есть вообще разрешение на вывоз тела? Они имеют права вывозить тело из дома? В данном случае, последние два года, эвакуация тел умерших производит частная структура ООО. Ежегодно из бюджета на эвакуацию тел умерших предусматривалось порядка 5-6 миллионов рублей. Но данное ООО вывозит тела бесплатно. И тем самым экономия бюджетных средств городские. 5-6 миллионов в бюджет города не тратит на эти цели. Хорошо, какие риски у людей, которые обратились в ООО? И мы сказали, что если человек обращается в МУП, то ему возвращает 5-700 сумму. Так ведь? А если он обратится в ООО? То же самое. С этой справкой по-любому он получит. Конечно. Сам даже если захоронит, есть самокопы у нас, их достаточно много. Порядка 500 в год захоронений, когда люди к нам обращаются в управление и говорят, мы хотим сами откопать. Пожалуйста. Какие риски у людей, которые обратились в ООО? Всякие. Разные. То есть ООО в любой момент может закрыться. И тогда все, прощайте наши денежки. Ну, обычно в ООО обращаются оперативно, если надо решить завтра этот вопрос. Мы пришли с захоронением, в течение одного дня они могут закрыться. Нельзя говорить, что все частные структуры плохие игроки на этом рынке. Ни в коем случае я об этом говорить не буду. Ко мне лично обращений по работе каких-то частных структур не было таких, ну, серьезных, что они там плохо отработали. Ну, просто есть риски, что вас могут обмануть и взять больше с вас денег. Вот и все. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570 50 75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, которую вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Тема интерактива сегодня – как избежать мошенников и достойно похоронить близких, на которые предложены три варианта ответов. Голосуйте в конце программы, подведем итоги, лидирует по-прежнему первый вариант ответа. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я родилась в Казани, но мы теперь живем в трех часах езды вот в Казани, в городе Елатуга. Если после смерти нас, могут ли дети нас похоронить на территории Казани? Хороший вопрос. Спасибо. Потому что здесь у нас родственников нет, то есть детям в эту сторону ехать, а мы вот по молодости уехали сюда. Поэтому какие нужны документы, какое разрешение и кто может перевести тело, скажем, в город Казани? Не бросайте, пожалуйста, трубочку, оставайтесь на линии. Марат Атганович. Хотелось бы спросить, у вас родственные захоронения на существующих кладбищах в Казани есть? Ну да, у меня все родственники там, это просто мы сможем здесь. И свободные места есть, да, участки у вас там? Нет, свободных участков у нас нет. К сожалению, да, я хотел бы вам долгих лет жизни пожелать. К этому времени у нас погребальный комплекс откроется, я думаю, долгих лет вам жизни, лет через 50, когда, если 60, вы там обратитесь, на новом погребальном комплексе места всегда будут. И любая ритуальная фирма, и куда обратятся ваши дети, близкие, привезут в Казань, не проблема. Самое главное, волеизъявления умершего, устного достаточно, чтобы быть похоронен на том или ином месте. Как я говорил до этого, кремировать вот просят, даже устного этого достаточно, чтобы ввести в крематуру. Нет, спасибо, у нас в татар как-то не принято, во-первых, кремировать, а во-вторых, нам уже 60, то есть еще 60 лет мы не проживем. Для этого есть мусульманское кладбище в Казани и новый погребальный комплекс к этому времени откроется. Но они хотели бы, наверное, все-таки, скажем так, после смерти лежать уже там, где родственники. А если в родственнике, через период минерализации, вот до этого был вопрос, 15-20 лет, как бы, тело на тело можно, если согласятся они, конечно. Спасибо. На поверхности земли никого не оставляли. Спасибо. Итак, человек умер. Что же делать родственникам? Куда обращаться в первую очередь, если примерно, допустим, близкий человек скончался дома? Вот алгоритм действий, человек скончался дома. Что делать в первую очередь, куда звонить? В первую очередь нужно позвонить в скорую помощь, вызвать дежурную бригаду по телефону 03. По следующим действиям должно быть это вызвать дежурного участкового полицейского, телефон 02 либо 112. И третьим уже действием, все-таки, самостоятельно выбрать ритуальную компанию, позвонить, может быть, даже в несколько компаний, получить подробную консультацию и принять решение, кому все-таки люди будут обращаться. Врачи могут предложить сделать вскрытие, чтобы узнать точную причину смерти? Это вообще бесплатно? Вскрытие врачи предложить родственники, как бы сами в случае того, если известна причина смерти, они могут синициировать патоанатомическое вскрытие, если у них есть какие-то сомнения. То есть врачи не могут рекомендовать, давайте вскроем. Если причина смерти не ясна, но и признаков насильственной смерти нет, в таком случае врачи выдают направление на патоанатомическое вскрытие. Если религия или культура человека выступает против вскрытия, куда, к кому обращаться с соответствующей просьбой? В случае с религией вопрос, конечно, очень тонкий, но все-таки в первую очередь скажу так, все-таки закон, он превыше всего. И если присутствуют обстоятельства смерти, которые просто обязывают провести это вскрытие для выяснения причины смерти, то этот вопрос никак не урегулируется. Вы сказали, что после скорой помощи вы должны обратиться в полицию. Для чего? Для чего нужна полиция? Полиция нужна для свидетельственной смерти и для выявления признаков насильственной смерти, либо их отсутствия. Какие документы на руки должны родственники получить после скорой помощи полицейских в доме? Если скорой помощи и полиции были, если нет направления в судмедкоспертизы на вскрытие, они говорят, что человек болел. Они родственники предоставляют карту больного, они идут утром в поликлинику и уже им там выдают врачебное заключение. Но есть один минус, как я слышал от МУПа, что полицейские на местах никакие бумаги не дают. Вот у них есть по этому поводу замечания, вот после этой передачи, как бы хотел инициировать, написать и Министерство здравоохранения, от лица исполкома и в УВД, почему они, сотрудники, не дают какой-то справки. Хорошо, а что они должны дать? Ну, какую-то справку, что... Ничего не дают вообще. Не дают, вот идите с утра в поликлинику, там получится врачебное заключение. Вот и все. Он просто пришел... Ну, видно, что не криминальный труп, они смотрят, болел, болел там, ну, много лет... Они где-то у себя фиксируют что-то? Вот из-за этого для нас это интересно, они не дают родственникам какой-то документ, чтобы они с утра, придя в поликлинику, на основании этого документа получили врачебное заключение. Вот это у нас волнует. Спасибо, спасибо. 570-50-75, телефон прямого эфира, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем наш зритель. Добрый вечер, мы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, я Нургалев Рашид Нургалевич, 82 с половиной года. Вопрос такого характера. Вот мы мусульманы, ну, нас везут в корыто, в желобок. Русские там, у них гроб готовы, положили на машину, везде армские там, балкасы и так далее, там, в ударном атаке. Вот нам говорят, если обратно занести это корыто, которое нас везли там на захоронение, с вас еще наполнится там тысяча, тысяча, две тысячи рублей. Вот эти похоронные организации, нельзя ли иметь пару штук вот такой корыто, который можно положить, ну, переложить мусульман и дальше его увезти к себе там, где у них организация. А с нас них отрядят полторы тысячи, две тысячи рублей. Спасибо. Вопрос понятен, да? Вопрос понятен. Спасибо, Рахмет. Вы расскажете. В предприятии в наличии имеются специальные носилки для мусульманских захоронений, и в нашем случае они предоставляются абсолютно бесплатно. Это мечети. В мечети почему говорят, чтобы обратно деньги три тысячи, потому что некоторые хоронят и оставляют около кладбища. Они обратно привозят. Ну, в основном это берут, а не залог. Я не сказал бы, что три тысячи рублей за аренду носилок берут. Я этого не слышал. Может, пятьсот рублей взять за аренду. Но мечети берут у них предоплату, может, три тысячи рублей, чтобы уже рост не оставляли на кладбищах в районах. Угозят ведь, оставляют, а они все-таки это денег стоят, ты же каждый день не будешь изготавливать. Ну, бывают такие, не ради. За это они, может, предоплату какую-то у них забирали, три тысячи рублей. А люди действительно не знают, поэтому вот эти вот сомнения возникают, и поэтому говорят, коррупция, воруют. Почему я должен переплачивать, почему я должен за это платить, если тут предоставляется бесплатно, да, скажем, по гранателю империи. Почему мне не предоставляют бесплатно, если я, допустим, не православный, я мусульманин, да. То есть это понятно, волнение наших телезрителей. Хорошо. Далее следует обратиться в бюро ритуальных услуг, да, после того, как человек умер, чтобы они увезли тело. Так? Чтобы увезли тело, мы обращаемся в МУП. Ну, да, в МУП или специализированную службу, или куда. Чтобы увезти тело, если тело криминальное, следственная группа, она сама вызывает, она уже знает, кто в этом году выиграл конкурс. Я же вам говорил до этого, в этом году частную структуру выиграл, которую абсолютно бесплатно возят. Ну, вы опять-таки поймите, альтруистов не бывает. Если он бесплатно возит, значит, есть какая-то выгода. Он первый у тела, это уже означает, что первый может предложить свою услугу. Для бюджета и экономии, ну, чтобы жители знали, что, как бы, посмотрели у них приз куран, какие виды услуг они могут оказать, насколько квалифицированы у них специалисты. Хорошо. Что делать, если близкий человек скончался в лечебном заведении, умер в больнице? Ну, прям такой быстрый алгоритм. Обратиться нужно непосредственно в это лечебное заведение. Соответственно, там есть главный врач, там есть начмед, и, соответственно, есть патологоанатомическое отделение. Там порядок действий, весь подсказан. Уже отработан, так ведь? Хорошо. Как быть, если близкий человек ушел в мир и новый в результате насильственной смерти? То есть убили его? Убили сразу полицию. Полиция? Полиция вызывает, полиция вызывает в следственную группу после того, как осмотр... А скоро уже не нужна, ведь, да, здесь уже все? Тут уже, если полицию звоните, говорите, убийство, там, ну, понятно, что человек умер. Приезжает в следственную группу, у них уже по цепочке, они знают кого. После осмотра тела, ну, эта процедура не очень быстрая, хотелось бы даже вот зрителям сказать, иногда говорят, вот, умер человек на улице, долго он там лежит. Они должны с пониманием отнести, что у следственной оперативной группы есть, ну, они должны все изучить, посмотреть, насколько это там, даже если ДТП, там, тормозные пути посмотреть. Если это убийство, следственные эксперименты, нельзя сразу тело с места увозить. Говорят, вот мы долго ждем труповозку. А труповозку вызывает следственная бригада после того, как все действия будут закончены. У нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфир, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Если человек одинокий и близкие родственники живут в далеких других городах, а в этом городе, то есть Казани, живут дальние родственники, которые по паспорту определить невозможно, что они родственники, в этом случае тело человека отдадут ему с морга или нет? Интересный вопрос. С морга отдадут? Спасибо, Рахмет. Отдадут, конечно, отдадут. Отдадут весь проблем. Этим людям, которые родственники... Родственники обратились, отдадут. Хорошо. Если человек умер на даче, что делать, как быть? Те же действия. Те же действия. Те же действия. Абсолютно те же действия. Скорая помощь, полиция. И там уже определяют на месте. Что делать, если человек, родственник умер в другом городе? Те же, то же самое, как бы, федеральный закон, восьмой, он действует... Ну, допустим, уехал в командировку, он в другом городе, и вот он там, вот. Умер. При нем могут... Ну, документы будут. Его же увезут в морг после сотрудники полиции. Сразу в морг увезут. Без всякого разрешения, да, так получается? А там его в морг по-любому увезут. Морг, так, все, хорошо. Его по-любому в морг увезут. После этого уже сообщают родственникам, там документы все равно находятся. Это уже по линии полиции, уже начинают искать. Ну, это тоже оперативно все делается. Что делать, если родной человек умер за границей, за рубежом? Ну, за рубежом, если умер, по законам того государства, как это обычно, они связываются с нашим посольством. Люди бывают на отдыхе, когда умирает, это уже отельные работники сообщают посольству. Посольству страны, да? Это, да, небыстрая процедура. Обычно, если даже вот ближайшие брать Турцию, то это порядка недели, 10 дней уходит, чтобы тело привезти сюда. Транспортировка тела из Турции в Россию, это будет дорого? На самолете. Кто будет платить? Это будет платить в зависимости от страхового случая. Но в основном все страхованные едут, страховые компании это на себя берут. А если не страховой случай? Не страховой случай, надо обращаться в посольство, наверное, российское. Ростникам уже обращаться в Турцию, в посольство, да? В посольство, российское посольство, чтобы они помогли. Потому что это не очень маленькие деньги, я бы вам сказал, наверное, около 2-3 тысяч долларов стоит только, чтобы перевезти тело. Как хоронить, если у человека нет родственников вообще? Это как раз тот случай, о котором вы рассказали. Да. Вот по 2017 году у нас было 155 таких случаев. Значит, тело обычно, у родственников нет, привозят в судную экспертизу, они порядка 14 дней держат его в морге. 14 дней держат, после этого обращаются в специализированную службу по вопросам похоронного дела, в данном случае МУП-ритуал. И мы на кладбище Кендерей уже на отдельном участке хороним их. Вот тот же, по тому же, гарантированным перечем 5701 рубль. Спасибо. Наша программа завершается. На протяжении всего эфира у нас работало электронное голосование. Основной вопрос, как избежать мошенников и достойно похоронить близких? 50% телезрителей проголосовало за второй вариант ответа. Обращусь в церковь или мечеть, там не обманут. Рустам Камилович, вам слово. Ну, первое, я хотел поблагодарить телезрителей за активное участие в голосовании. Но всем бы настоятельно рекомендовал обратиться в Исполком. Там все разъяснят. Там действительно отработан уже механизм. Сегодня мы уже услышали, что есть специальная служба, которая непосредственно защищена государством. Которая хотя бы даже если нет денег, сделает вам все необходимое, чтобы достойно отправить человека в мир и ночь. Пусть записываются на прием. Люди ведь не знают управление по организации ритуальных услуг. В 264-65-03. Если есть у вас какие-то вопросы лично ко мне, обращайтесь напрямую, звоните через секретаря, записывайтесь. Хоть и во вторник у нас приемный день. Я готов принять, кроме выходных, в любой день, в рабочее время, пожалуйста, приходите. Есть же много вопросов. Мы стараемся их оперативно, конечно, решать. Но имейте в виду 264-65-03. Ишкин Марат Адгамович, ваш покорный слуга. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я благодарю гостей за эту беседу. И прощаюсь с вам самого наилучшего. До скорых встреч на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова